Привет, это Satisfactory, и мы продолжаем застраивать эту планету нашими заводами. В прошлой серии мы открыли пятый уровень и шестой уровень в нашем хабе. Это означает, что мы приближаемся к новой эре, эре нефти. У меня уже есть очистительный завод, давай его поставим, посмотрим, что это такое вообще. Какой он здоровый, огроменный, да посмотри. Ого, это ж сколько этажей он, давай залезем, посмотрим. Он почти как два яруса моего завода. И что может эта штука? Что она производит? Пластик. И чтобы производить пластик, нам необходимо что? Сырая нефть нам нужна для производства пластика. И когда мы производим пластик, у нас есть еще паразитирующее производство, мазута появляется у нас. А из мазута мы что-то сможем потом делать. А может ее в кокс? Да, точно, мазуту можно преобразовать в кокс. А кокс мы потом можем с тобой толкануть вместо угля или при обогащении алюминия. Нужен нам кокс. Ну что я могу сказать, давай разбираем. Мы сегодня будем искать нефтяные скважины. Это все, конечно, хорошо, но мне нужно еще раз собраться с электричеством. Смотри, у меня максималочка 469 мегаватт, а потребляется 455. Значит, скоро нам настанет кердец. Поэтому я еще предлагаю построить здесь накопительную электробудку. Воткнем ее сюда, подключим ее к сети. О, зарядка пошла, отлично. Короче, фишка в том, когда у нас есть лишняя электроэнергия, которая не тратится ни на что, она будет заряжать эту батарейку. И когда у меня накопится достаточно энергии в этом аккумуляторе, а производство превысит потребление электроэнергии, оно будет брать, ну, собственно, производство энергию из этой батареечки. Ну что, я взобрался на самую высокую точку. Нет, не на самую. Вот это вот повыше будет. Вот. Ох, как хорошо тут все видно. Ну, предлагаю начинать поиски нефтяного сырья. Нефтяное сырье. Где же ты есть? Показывайся. Обалдеть. Нефти нет нигде. Ну, конечно, ты в пусты... А, стоп, что-то нашлось. Вон в ту сторону нам надо. Предлагаю взять вот этот трактор. О, речка. Надеюсь, мы ее преодолеем. А, ну, это вообще фигня. По колено. Как же здесь красиво, а? Получается, нам нужно вот сюда как-то заехать. Я туда проеду. Да, тут мелководье. Где-то здесь. Подожди, вот это вот не залежи нефти? Похоже на нее. Руда СИМ. Я думал, это нефть запекшаяся, знаешь, такая. Но нефть где-то здесь. Давай искать. 160, 150 метров, 80 метров. Вот 80 метров это вон туда. А, так вон оно, пятно разлитое. Это и есть нефть? Ну да, реально как мазута. Хотя нефть это и по большому счету и есть мазута. Да ну капец. У меня моторов не хватает и вот этой фигни, и железобетонной балки. А еще и электричество сюда везти надо. Да уж. Ну что, предлагаю вернуться обратно. Только я сейчас здесь столбик поставлю. Вот так вот. И будем прокладывать их. Что еще-то делать? Проложил называется. У меня еще и кабелей нет. Полная задница, месье. Я дома. Значит, сейчас быстренько хватаем все, что нам необходимо. Вот сюда залетаем. Нам нужны, значит, вот эти вот штуки. Вот эти вот побольше желательно. Надо также заскочить и еще сделать ингалятора. А то со здоровьем как-то у меня вообще не круто все. Благо мы обучились их делать. Грибы нужны. Не вопрос, где-то были. Ладно, два ингалятора у меня теперь имеются. Но я потом ими воспользуюсь. Сейчас пока орехи буду жрать. Что, вроде бы все есть. А, кабели нужны. Кабель и нужно прокладывать. Сейчас будет провод. Значит, кабели. 200 штук вполне хватит. Надеюсь на это. И сейчас нужно подумать, где зацепиться. Смотри-ка, батареечка заряжается. Уже второе деление. О, ягоды. Точнее, орехи. Посмотрим, сколько там уже зарядилось. 20 процентов. Неплохо. А это что, время до полной зарядки? 47 минут? Ну ладно. Значит, провод я буду тащить. А, нифига, тут не получится. От соседнего столба тогда давай. И вон туда. Сейчас вот начинается самое интересное. У нас тут вода. И придется стоп ставить, скорее всего, на воде. А электричество и вода, это прям отличные проводники. Отличные друзья. Можно самого себя и поджарить так. Все, тут уже провод кончается. Ставим столбик здесь. Хорошо, что он высокий. Так, пришел называется на берег. Тут у нас друганы. Давай быстренько попробуем подбежать сюда и бомбануть вот так вот. А, без толку. Все равно вылупляются все эти опарыши мелкие. Ну вот и чудесно. Электричество потащили. Теперь ставим экстрактор нефти. Вот так вот он выглядит. В какую сторону его поставим? Давай, наверное, вон туда. Какой здоровенный, а. Включаем, значит, электричество. Надеюсь, сеть у меня не вырубится. Нефть у нас скачается вот этим огроменным насосом. Видишь, добывается. Круто. Теперь нам нужно здесь поставить очистительный завод. Как он будет здесь стоять? Это вот так вот, наверное. Давай-ка мы вон то деревце спилим. Бензопила, поехали. Настало тое время. Все, поставили. Где у нас труба? Вот такая труба идет сюда. Готово. Все, нефть качается. Ого. Нифига себе. Ставим производство пластика. И нужно теперь подключить все к электросети. Надеюсь, пробки не вырубят. У меня там уже все на грани. Вот. Все, поехали. Труба задымила. Как он интересно работает, этот завод. Вот смотри. Вот этот поршень. Он туда-сюда ходит, а потом выпускает пар. Вот то, что мы сейчас с тобой видели. Сейчас он обратно спрячется. И все, поехал опять там что-то давить. Крещу очень классно. Значит, нам теперь нужно организовать транспортировку пластика на наше предприятие. Это очень будет сложно. Ладно. Конвейера у меня, надеюсь, что будет достаточно. Можно, в принципе, начинать прокладывать конвейерную линию. И тут мы сталкиваемся с первой сложностью. Нам нужен мост. Без него как бы вон рукой подать, в принципе. Но без него туда не пройти. Ну что, настало время построить здесь мостик небольшой. Давай этим и займемся. Блин. Слишком глубоко все равно. Сейчас тогда сделаем по-другому. Вот. И будем отсюда строить. Ну, вроде все получается. Я тут решил сильно-то не заморачиваться с этим мостом. Материал тоже не хочется тратить. Короче, хочу отсюда. Вон туда закинуть конвейер. И там дальше где-нибудь продолжить строительство моста. Ну, а сейчас погнали за материалами. Я, конечно, всякое видел. Но летающие грибы вот на таком расстоянии, это, конечно, жестко. Блин. Из-за этого тумана вообще нифига не видно. Так. Я решил все-таки сделать огроменно длиннющий мостик. В надежде на то, что я буду гонять туда на своей мото-тележке. Оказывается, я не в том месте строил. Пришлось все разобрать. Вон туда нам нужно. Вон он, этот мостик. Я его даже отсюда вижу. Там такая линия. Значит, будем строить здесь. Ну, хорошо. Надо было, конечно, строить все с этой стороны. А когда ты строишь с двух сторон, есть вероятность, что ты не попадешь в центральную точку моста. Что, собственно, у меня и произошло. Придется это все разбирать. Помимо стыка моста, кстати, у меня еще и высота разная. Видишь, тут мост чуть пониже. Если ты задаешься вопросом, почему я там не свернул, а делаю прямой мост, это будет трасса для моей мото-тележки. Просто сел и поехал по прямой. Мечта, которая наконец-то станет явью. Все, мост достроен. Достаем теперь нашу вещичку. Быструю машинничку. Мото-тележечку. И проверяем. О-о-о, да. Буду теперь тут носиться по своей трассе формулы-1. А тут мы сейчас, смотри, что сделаем. Мы просто оттуда сейчас зацепимся. Должен зацепиться, по крайней мере. И вот сюда. Да, о-о, как раз. Хоп. И все. И тянем теперь конвейер по этому мостику вон туда. Ну вот, мы дотащили конвейер до нашего предприятия. Единственное, я теперь не знаю, куда этот пластик толкать. На кой я сюда это все тарабанил, непонятно. Но надеюсь, что нужно было. Давай посмотрим, что нам там нужно для промышленного производства. Значит, пластик, моторы, резину еще нужно производить. Ага. Ну, а кабель у нас, собственно, навалом. Сейчас мы его сюда и подкинем. Ну что ж, раз у нас такие дела. Значит, мы сейчас сюда поставим промышленный складской контейнер. Двухъярусный. И наверх, и вниз. Интересно, много места в нем? О-о-о, да. В нем дофига места. Значит, теперь подключаем вот этот конвейер вот сюда. А теперь нам нужно бежать обратно. Потому что нам нужно куда-то отработанный материал в нашем экстракторе нефти девать. Точнее, не, в очистителе. Слушай, у меня идея. Очень гениальная идея. А я могу на своей тачке, на мобильной тачке, гонять по конвейеру? Он же тоже прямой, в принципе. Сейчас, подожди. Сейчас. Я же все равно развернусь. Даже в таком... Тихо, спокуха. Ладно, я понял, что эта идея была тупая. Все, пластик больше не идет. Потому что очиститель у нас забился мазутой. Надо ехать и очищать его. Я сейчас это сделаю очень быстро. Погнали! Значит, очиститель у нас забился, да? Сколько он набрал? Соточку? 50 штук. Значит, это мы забираем. Ааа, я даже в инвентарь мазуту не могу положить. Вот это беда, конечно. А что, если я поставлю здесь цистерну? Куда эта мазута будет сбагриваться? Вот, есть цистерна. Может вмещать до 4 кубометров жидкости. В принципе, у меня хватает материала. Давай поставим ее здесь. Вот. Я бы здесь даже побольше воткнул. Подключаем, значит, первую цистерну. Есть. И это то, что соединяем. Получается, у нас 800 кубометров для мазута имеется. О, пошла мазутка. Все, она у нас сбагривается. Пластик продолжает производство. Это хорошо. Кстати, если здесь у меня цистерны наберутся, я, в принципе, могу сбросить. Вот и все. Я выбросил всю эту мазуту куда-то сюда, вот на эту траву. То есть, чтобы не строить здесь еще парочку лишних цистерн, я буду периодически подъезжать сюда и сбрасывать весь этот мазут. Я, короче, вернулся назад и решил почитать, что за остаточное топливо. Оказывается, что мазуту можно в топляк переделывать. А топливом я могу заправлять тачки. Так что, блин, давай ставить здесь еще один очистительный завод. Он здесь влазит. Подключу его к сети. Кабеля нет. Ну, ешки-матрешки. Погнали тогда за кабелем. О, кстати, подожди. Песель. А у меня тут ягодки есть. Будешь ягодки? Смотри, смотри, сладенькие ягодки. Чтобы погладить. Иди сюда, я тебя погладил. Он убежал. Не хочет ягод. Ну и ладно. Я сам потом зажру. Я, короче, вон что подумал. Учитывая, что здесь куча песка, почему бы мне просто до предприятия прямо не достроить этот мост? И буду подъезжать туда на своей мото-тележке. И все. Сделаю здесь вот такой вот уголок. Ну и что? Сделал я уголок, блин. Въехал в камень. Смотри. Вот так и вот сюда. Ладно. Не проблема. Сейчас мы здесь небольшой подъемчик соорудим. Давай здесь вот съезд. Тоже еще один уголок. Одни углы будут. Ужас. Здесь легкий пандус. Заезжаем сюда. Вот это все надо спилить. Спилил, блин, называется. Ты посмотри, тут какие-то другие чудища живут, которые си... Это что? Ты кого? Ты что творишь, э? Не смей сюда. Он какой-то здоровый. Радиационный, что ли, или что? Так. Пришло время использовать... Ё-моё. Он вон снизу. Ингалятор давай, заюзаем. Где это чудище? Надо его закрыть, чтобы он как-то... Куда он убежал-то? Эй, чудо-юдо. Я бы его стенками закрыл, и все, чтобы он там где-то под низ. Он подо мной остался. Он, наверное, вокруг побежал, да? А, вон он, смотри, вон он. Смотри, как он ходит. Он просто перемещается стоя. Он ко мне бежит. Давай в него стрельнем. Убежал. Так, понятно. Выпилил деревья, и на меня за любого напал. Типа, за то, что я тут природу коверкаю. Делаем еще один пандус. И погнали. Ладно, короче, все. Наверное, я буду доезжать сюда. Тут спрыгивать и пешочечком. Не хочу я связываться с тем зелебобой. Смотри-ка, у нас батарейка вся зарядилась. Наверное, надо здесь еще одну поставить. Раз такие дела. Какое у нас потребление? Подожди, у нас очистительное сооружение. У нас потребление... О, максималочка 539. Это за счет батарейки у нас так вышло? Ну, круто. Давай еще одну поставим. Вот так. Так, сколько в итоге у нас за первую партию пластика прилетело? Соточка. Блин, мне еще надо соточку. Значит. Так, значит. Вот тебе, пожалуйста, сотня пластика. Еще сотню чуть позже принесу. Вот двигатели. Вот тебе кабели. Блин, ну классно я, конечно, придумал. Очень удобно тут заезжаешь и все. Надо только обезвредить здесь зеленую эту нечисть здоровенную. О, вон она, вон она. О, нифига себе, ты пуляешь. Так, попал. Давай один на один. Капец он здоровый. Он реально радиоактивный. Ну, сколько ты... Ух, как я улетел. Я сейчас у тебя еще вот эту сферу заберу. На тебе. Сколько у тебя выпустить-то арматуру надо? Он, по-моему, очень живочий. Пожопите. Да, я его кокошил. О, какой здоровенный зеленый-то, а. Все, теперь он мне тут не будет мешать. Много арматуры я на тебя потратил. Но бычара еще тот. Забираем у него сферу. Сфера Мерсера. Прикольно звучит. Сфера Мерсера. Ну что ж, ставим здесь еще один очиститель. Готово. Сейчас мы к нему трубы подведем. И он будет нам производить что? О, что ты будешь нам производить? Топливо или кокс? А? Или резину? Ладно, давай топляк. Делай нам топливо. Сейчас мы его еще к электричеству зацепим. Вот здесь дополнительный столбик. И он туда. Все, пошла жара. Топляк у нас теперь будет. А куда его выводить? Тоже здесь топливную цистерну сделать, что ли? Единственное, непонятно в каком виде топливо. Вот в таком. Его можно класть? Нет. А как тогда тачкой заправлять им? А, наверное, его упаковывать. Тут же написано. Или упаковать для заправки транспортных средств. Блин, получается, что мне нужно придумать канистры, чтобы топливо-то хранить как-то. Ладно, эти цистерны нам тогда больше не нужны. Их разбираем. И сделаем их для топлива. Соединяем эти трубы. Построил пока одну цистерну. Пускай так. И все, пускай в нее заливается. О, пупсик, ты на завод пришел работать? Как дела? Дайте поглажу. О, милашка. Ты тут застрял, да? Да не бойся ты. Так, что у меня тут есть? Есть орехи? Ты орехи любишь? Орех? Орех будешь? Нет? А я вот ем. Ягоды. Может, грибы? Но грибов у меня, к сожалению, нет. Слушай, вот ягоды хочешь. На, ягодку съешь. Видишь, как вкусно. Я же ем и отравился. Боится меня. Его все тянет к промышленности. Смотри, он все к большим таким машинам идет. Так, я думаю, что пластика у нас там достаточно уже сморганилась. Давай-ка мы производство перенастроим на резинку. Делаем резинку. Блин, как топливо тут быстро накапливается. Уже одна пятая часть накопилась. Давай еще одну цистерну тут воткнем. И сделаем вот так. Пускай там копится. А вот, собственно, и резинка. Нам ее нужно тоже 200 штук. И я думаю, что она быстренько у нас накопится. Ох-ох-ох, ты посмотри, что у нас тут с электроэнергией. Все из батареек выкачалось. Да, еще один очиститель. Это было сложно. Ну вот и резина подходит. Отлично. Сколько у нас там уже накопилось? 104. Еще столько же и все. Можно будет лифт отправлять. Стою и жду. Ну когда же? Когда же это свершится? 96, 97. Ну же. 98, 99. Последний можно вот так вот сделать. Отсюда стрельнуть. Хоп-хоп. Все. Даже еще с запасом возьмем. Да. У нас все готово. Теперь скорее, скорее летим. Прямо парим. Я тоже приспособился, как надо лазить и прыгать. Смотри, видал? Вот, это же. Это мой завод. Знаю, где чего пролезть. Через каждую щелочку. Через каждую попрыгашечку. Так, значит, закидываем сюда резину. 200 штук. Отправляем в космос. И смотрим, что нам прилетит. Прилетит нам. Спасибо, Анна. Я сам разберусь. Пролетит нам, значит, изготовитель. Вот такой мощный. Похож на комбайн. Грузовик. Компьютер. Ура! Можно будет в КС-очку поиграть. Модульный двигатель. И адаптивный блок управления. Грузовик хочу. Что нужно для грузовика? Компьютер. Блинский. Жесткий каркас. И палочки. Зубочистки, как я их называю. Они делаются у нас здесь. Радиомаяки. Кстати, если мне не изменяет память, я их наделал кучу. И парочку оставил здесь. Да, пять штук. Даже не парочку, а пять штук. Еще пять штук сейчас наделаем. Я прям хочу посмотреть на этот грузовик. Пойду посмотрю, как мне произвести жесткие каркасы. И где сделать компьютеры. Тяжелый каркас. Изготовитель Эливерстаг. Компьютеры. Это изготовитель Эливерстаг. Давай посмотрим. Тяжелый каркас. Я могу сделать три штуки. Давай сделаем. А мне их нужно четыре. Блин, еще одного не хватило. Что не хватило? Труб. Ну, трубы это вообще фигня. Они вот тут у меня есть. Возьму все. Сейчас верну. А, и винты. Но с винтами у меня тоже проблем нет. Все, четыре штуки есть. Отлично. Теперь надо понять компьютер, из чего делается. Вот это что? Печатная плата. Это пластик. И винты. Ты знаешь что? Мне сколько компьютеров-то нужно? Десять штук? Офигеть. Это что я? Тесла-мобиль какой-то собираю или что? Там одни планшеты будут кругом? У меня где-то были печатные платы. А вообще я их умею производить? Подожди. Давай в книге посмотрим. Я умею печатные платы делать? В принципе. Да, умею. Печатные платы тоже собираются на верстаке или ассамблере. Но весь прикол, что я их находил в разбившихся дронах. И у меня их там штук девятнадцать, по-моему, этих плат. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Двадцать четыре платы. А, подожди. У меня и компьютеры есть. Восемь компьютеров. Круто. Мне буквально два компа надо собрать и все. И пятьдесят резины. Вот резина есть. Пластик берем. Винтики и все. Компы похожи, конечно, на микроволновку. Я же не Стив Джобс, чтобы макбуки делать. Правильно? Ну что? Где моя грозная тачка? О, какая она здоровенная. Обалдеть. А на чем она ездит? Что это что? Что это за фигня здесь? Это маленький контейнер-верстак, что ли? Он прикольно так разбирается. Там плоскогубцы есть, ты видел? Почему он здесь закреплен? Тут как бы лебедка. На чем ты вообще держишься? На лебедке, что ли? Залезть мне, по всей видимости, с этой стороны надо, да? Залазим. У-у-у. А где я? А, я вообще в кабине сижу. Ну, по логике вещей я должен в кабине быть. Какой же ты здоровый. Ну что ж, давай его заправим. На дереве ездит? Ездит. Ну и хорошо. Садимся. Заводим двигло. Интересно, какую скорость он развивает? О, да. 40 километров в час. Вот это вездеход. Это я понимаю. Я, знаешь, как бродяжничий вот этот кабан, который здесь ходит безобидный. Я, наверное, размером с него. 58, 60. Нифига себе скорость. 66 километров. Быстрее, чем трактор. Грузовик рулит. Это прям тягач настоящий. О, о, о. А, нет. Все-таки этот кабан побольше будет. 70 километров. 70. Я дальше развиваю скорость. На таран. 75 максималочка. Офигеть. У-у-у. Классно. Слушай, ну на таком грузовике вообще теперь не страшно. И в брод, и в море. Он же высоченный. А, подожди, я проеду свой конверт. Да, вообще в легкую. Просто перелез через него. Шесть колес на независимой подвеске. Каждый. Это классно. Ну вот и посмотри теперь младший и старший братюня. Я думаю, что на сегодня это все. Можно закругляться. Мы достигли своей цели. Мы на шаг ближе к джетпаку. Еще чуть-чуть. И он у нас будет на спине. Не забудь поставить лайк вас под этим видео, если тебе нравится Satisfactory. И подписочку, чтобы не пропустить следующего ролика. Увидимся как раз таки в нем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok